Приветствую вас! Как я понял, основная проблема заключается в том, что ваша жена манипулирует тем, что не даст вам общаться с ребенком, вашим совместным с ней ребенком. И правда заключается в том, что она оперирует вашим незнанием правовой специфики данного обстоятельства. Чело в том, что она в принципе не может вам запретить видеться с вашим ребенком, потому что вы его законный отец, и вы не делаете ничего такого, что могло бы ребенку навредить, что могло бы как-то негативно на него повлиять. Поэтому любой суд, любой судья будет на вашей стороне, если вы хотите подать в суд, на оспаривание, условно говоря, решение вашей супруги не позволять вам общаться с ребенком. То есть важно здесь понимать, что такого права запрещать вам общаться со своим ребенком у вашей жены нет. И она оперирует тем только лишь, что вы не знаете своих прав. Этим манипулируют и пользуются довольно много людей, так как знают, что многие граждане с вашими странами не интересуются законами и не знают, на что они, например, имеют право, а на что они, например, право не имеют. И вам нужно, вам нужно обязательно проконсультироваться у профессионального юриста с тем, чтобы понять, на что вы можете рассчитывать в данной ситуации. Но совершенно точно, что никто не может вам запретить общаться с ребенком, если вы не совершаете ничего противозаконного. Дальше. Исходя из того, из всего того, что вы написали, можно сделать вывод, что ваша жена – человек, у которого есть, ну, так не знаете, большие и серьезные проблемы. Проблемы с самооценкой, проблемы с восприятием себя, может быть, есть там еще ряд других проблем, но это все не важно, потому что в действительности разобрать можно любые конфликты, разобрать можно любые ситуации, если на это есть желание человека. Если такого желания у человека нет, то, соответственно, ничего сделать нельзя, если она считает, что ведет себя совершенно нормально, ну, значит, она убедена в этом, она убедена в своей правоте, и переделать ее, поменять ее, возможно, воспользоваться никакого, мягко говоря, нет. Я всегда несложно сделать вывод, что у вас нет другого пути, кроме как, как бы с ней расставаться, вы не были в официальном браке, значит, проблема развода не стоит, а что касается ребят, вы решите в судебном процессе, и эта проблема тоже будет прочтена. Вам самое главное вести себя примерно, то есть не давать поводов ей пытаться лишить вас родительских прав. Ну, а к вам у меня лично будет такой вопрос, на мой взгляд, достаточно важный. Смотрите, с первой женой вы разводитесь до того, как родился ваш первый ребенок, и она увозит его, как я понял, в другой город. В принципе, вы можете и там тоже задействовать свои права, да, то есть обратиться в суд, вам можно начать владеть алименты, потому что без этого, понятно, вам будет сложно поддерживать свое право на то, чтобы видеть ребенка, но, тем не менее, вы можете видеть все с ним. Тем не менее, если вы с первой женой разводитесь еще до рождения ребенка, а со второй женой у вас также, пусть и гражданской женой, не получается у вас построить отношения, значит, скорее всего, вы, именно вы, что-то неправильно делаете при построении взаимодействий с женщинами. То есть где-то в вашем поведении есть негативные, деструктивные триггеры, которые, ну, приводят к тому, что отношения сохранить вы не можете. И вот, собственно, на это, на этом, точнее, на этом, я бы и рекомендовал бы вам застричь внимание. Потому что в действительности это очень важно и очень серьезно, что вы не можете, уже, по сути, второй раз, вы уже не можете построить отношения с женщиной. То есть да, вы вроде как живете на протяжении 8 лет с ней, но при этом это же совершенно понятно, что, ну, это не жизнь как таковая, а это, я бы сказал, просто какое-то существование, что ли, совместное существование. То есть никакого алгоритного уважения к вам с ее стороны не наблюдается, и хотелось бы более, ну, более подробнее поговорить именно с вами о том, чем, например, почему вы терпите такое отношение к себе, с чем связана ваша позиция, как вы для себя и как вы, ну, себе мотивируете подобное поведение. Потому что вы понимаете, что этот мужчина не может поставить себя правильным образом в отношениях, то женщина, известно, оказывается, ну, как любой человек, оказывается перед соблазом его использовать и перед соблазом им манипулировать. Что объективно ваша жена, по крайней мере, старая и делает. И вряд ли ее можно, знаете, за это винить. Потому что, ну, если вы позволяете ей, так почему бы этого не делать? То есть вы понимаете, какая ситуация? Вы по какой-то причине позволяете к себе так относиться. Вот я бы хотел, хотел бы вас как раз таки и уточнить, а почему же вы позволяете к себе так относиться к своей жене? Что заставляет вас это делать? Может быть, какой-то страх, может быть, только такие отношения вас, там, я не знаю, устраивают, или только такие отношения вам кажутся приемлемыми для себя, правильными и так далее. Но вы, наверное, видите сами, к чему это приводит, и я не думаю, что вам это нравится. Поэтому с этим нужно что-то делать, и это что-то является работой именно с вашим поведением. То есть, ну, присматривать вашу позицию по вашим личным отношениям, да, какую позицию вы в них занимаетесь. И устраивает ли вас эта позиция? Если нет, то что нужно сделать для того, чтобы позиция была другая? Только так. Потому что, ну, понятно, что ваша жена ведет себя достаточно вызывающе, неправильно, аморально и так далее. Но и у вас, у вас тоже есть ответственность за это, потому что вы позволяете ей так себя вести. И, соответственно, в этом случае, вы не можете изменить ее, но можете изменить себя, потому что вы написали нам, потому что вы задали нам вопрос. Вы совершенно правы, что если вы сейчас помиритесь с ней, то все это опять повторится. Вы совершенно правы, что человек все устраивает, что ему все нравится, изменения какие-то предпринимать в себе, человеку нет никакого смысла и резона. Поэтому, исходя из своего участка, можно сделать вывод, что вам стоит, во-первых, в правовой сфере разобраться с тем, на что вы можете претендовать при оспаривании вашего права видеть ребенка. И, во-вторых, это проработка ваших личных отношений с женщинами, в том числе, и ваши детско-родительские отношения. Потому что, скорее всего, имеет место быть неправильная мужская модель поведения. И вот именно ее требуется подкоррестировать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok